Всем привет! Меня зовут Таня, и вы на моём канале о жизни в Германии. Этот выпуск я посвящу всеми красивейшим местам в Германии. В каких-то я была, в каких-то был мой муж, а какие-то я просто мечтаю посетить. На самом деле, это реальная моя мечта, потому что они настолько завораживающие, что, ну, я не знаю, кто бы не хотел туда отправиться. Итак, не будем долго задерживаться, и погнали! Итак, первое в моём списке — это озеро Сильвенштайн. Это искусственное озеро, оно находится в дельте реки Изар, расположенном на юге Баварии. Кстати, находится оно на высоте 750 метров в Альпах, недалеко от австрийской границы. Озеро окружено нереальным пейзажем, альпийские леса, горы. Я не знаю, что можно придумать лучше. Чистейшая, нереально красивейшая вода. Кстати, это длинный мост, который вы можете видеть сейчас на фотографиях. Он соединяет два берега, и даже если вы едете на машине по этому мосту, вы можете смотреть нереальные виды, делать нереальные фотографии. Чистая от себя — это моя мечта. Я нереально хотела бы туда поехать. Следующий — это подвесной мост Гейрлайн. И это самый длинный мост подвесной в Германии. Кстати, длина его 360 метров, а высота — 100 метров. Если вы решитесь поехать посмотреть этот мост и погулять по нему, вначале лучше прогуляйтесь по деревушке Мёрздорф, потом можете отправиться по маршруту в парк, ну а там же и сам мост окружен нереальными видами, как и прошлое озеро, да, здесь так же само будет нереальная красота. И в этом месте я не была, но был мой муж. И фотографии, которые он мне показывал, о боже, я сразу же захотела туда поехать. Но, к сожалению, ковид обломал все мои планы, потому что на данный момент мост закрыт. И если вы боитесь высоты, пожалуйста, можете быть спокойны. Он настолько прочный, что даже практически не расшатывается. А виды, ну реально, стоят того, чтобы его посетить. Кстати, вход бесплатный. Когда он откроется, я понятия не имею, и я мониторю каждый практически уикенд, открыт ли мост, потому что он недалеко находится от Франкфурта. А так как известно, что мы живем не так уж далеко от Франкфурта, это недалеко для нас. Остается только ждать, когда, в конце концов, он откроется. Поехали дальше. И на очереди у нас городок, который называется Рюдсхайм на Рене. И это на самом деле старинный, очень красивый город, в котором осталось все от прежней Германии. На самом деле на фотографиях это столько завораживающе. Кстати, это еще винный, так сказать, город с какой-то винной историей. Там есть погреба и классные, как говорят, белые вина. На этой фотографии вы видите переулок Дроссель-Гассе. Если я правильно это произнесла, я не уверена. Но ладно. Это переулочек, который завешан вывесками, ресторанчиками, погребами. Вы можете вкусно покушать, что-то выпить, прогуляться и, ну, сделать, естественно, красивые фотографии. Также для самых романтичных персон вы можете посетить руины замка Эренфельс. А для тех, кому пешей прогулки мало, вы можете прокатиться на фуникулёре, посмотреть нереальные красивые виды виноградников. Кстати, на высоте 1400 метров. Поэтому пробуйте. Следующее место заняло отдельное место в моем сердце. Представляю вашему вниманию мост Баштай. На самом деле, когда смотришь на него, он настолько старый, величественный, огромный, громадный. Какие ещё слова можно подобрать? Сразу вспоминаются какие-то фильмы типа «Властелина колец» и что-то типа того, потому что он нереальный. И чтобы посмотреть на него, вам придётся отправиться в национальный парк, который называется «Саксонская Швейцария». И, кстати, этот парк не менее красив, чем этот мост. Поэтому вы поедете смотреть не только на мост, но ещё на красивейший национальный парк. Находится он где-то на границе с Чехией, если я не ошибаюсь. Длина моста более 75 метров, высота 40. На мосту находится красивейшая смотровая площадка, с которой вы сможете любоваться всем национальным парком. Кстати, если кто-то живёт в Дрездене или рядом, то вам вообще несложно посетить этот парк. Он находится в районе 30 километров. Так что поэтому отправляйтесь быстренько туда смотреть мою мечту. Следующее место я посетила лично и осталось под большим впечатлением на самом деле. Это сад с глициниями. Название его здесь. Я не буду это произносить, ибо это тяжело. Я не знаю, как это читается. Но город называется Вайнхаймер. И сад с глициниями на самом деле такой красивый. Он небольшой, но глицинии цветут в виде арки, в виде туннеля. Пахнут что-то типа как сирень. На самом деле очень классно. Так вот, мало того, это очень красивый город. Я думала, мы поедем туда только, чтобы посмотреть глицинии. Но от глицинии, если пойти вверх, там будет ратуша. А уже от ратуши старинный город, нетронутый. Там вот именно вся старинная Германия. Постройки, вот эти вот улочки. Выпить можно разные виды пива. Какие-то закуски взять, вино. Но также есть недалеко от ратуши старинный ливанский кедр, которому более 300 лет. Он на самом деле огромный. Он не настолько высокий, как широкий. Эти ветви громадные, огромные. А обнять его... Я не знаю, сколько человек нужно, чтобы его обнять на самом деле. Очень классное дерево. Стоит посмотреть на него. Также мы поднимались вверх. Там была какая-то разрушенная крепость. И она из-за ковида тоже была закрыта. Но когда ковида нет, надеюсь, это скоро закончится. Вы сможете выпить там что-то. И какая-то кафешка вместе с прогулкой, я уверена, там будет открыта. Так вот, чтобы подняться туда, тоже это большого труда стоит. После этого было ощущение, что мы на самом деле столько прошли. И тренировку можно больше не делать. Достаточно просто подняться, а потом спуститься. Кстати, город реально классный. И погулять там есть где. Так что отправляйтесь. Находится он где-то в 80 километрах от Франкфурта. Для тех, кто живет в этом районе, это не так уж и далеко. Предпоследний в моем списке это Бехтскаден. Небольшой город, окруженный Баварскими Альпами. Также в городе сохранилась старинная архитектура. Туристы приезжают в этот город целый год, чтобы посмотреть на вершину Вайман и на озеро, кристально чистое озеро Кёнигзе. На самом деле, этот город можно посещать так, как летом, чтобы смотреть нереальную, зеленую, красивую природу. Также и зимой, потому что вы сможете освоить зимние виды спорта. Ну а здесь вы можете посмотреть то самое озеро Кёнигзе. Находится оно на высоте 603 метра. И окружено оно лесами, горами, с прекрасным видом, с чистейшей водой. И на самом деле это очень классно, красивейшее. Невозможно... Ой, сколько я могу уже описывать? Напоследок я оставила прекраснейший замок. Шверинский замок в городе Шверин. Это замок, один из самых древних и прекраснейших в Германии. Находится он на озере, который соединяется вместе с городом двумя мостами, по которым, естественно, вы сможете пройтись и посмотреть. Ну разве это не самый красивый? Ладно, один из самых красивейших замков в Германии. От нас он находится далеко. Но посмотреть его было бы на самом деле, я не знаю, исполнением одной из моей мечты. В наши дни в замке располагается лантак земли Мекленбург. Но все равно оставлена огромнейшая часть замка под музеем, по которым вы сможете пройтись, посмотреть и полюбоваться этой нереальной красотой. Ну разве этот замок не самый красивый? Спасибо за просмотр этого ролика. Мне было приятно поделиться с вами самыми красивыми местами в Германии. Также я надеюсь, что вы сможете посетить или парочку из них, или на самом деле в лучшем случае все их посетить, потому что они прекрасны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, о чем все следующие ролики. Вам желаю удачи. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok